Всем приветики, друзья! Начинаем новый влог. Вчера влога не было, вы, наверное, заметили. Были только коротенькие видео. Должен у влогера иногда быть выходной. Хотя бы раз в три месяца. Поэтому вчера настроение было не очень. Я, конечно, начала снимать влог, но... Как-то он не пошел. Потом я совсем скисла и решила, что не надо портить вам настроение своим кислым видом. Поэтому сегодня с хорошим настроением. Правда, немножечко сонным. Я не выспалась. Мы с вами отправляемся в новый день. Уже обед. И я вам сейчас расскажу, что мы сделали с утра. Лизонька со мной сейчас идет. А до этого мы с Сашей ездили за покупками. И я вам сейчас их покажу. В общем-то, с Лизой мы купили лук и картошку. Потому что завтра я буду картошку готовить, а лук мне нужен для маринада. Сейчас будем свое мяско мариновать, которое Саша купил. И мы будем его жарить, наверное, послезавтра. Так что на два дня замариную. А тут уже, пока я ездила за луком, пиццу Саша запек. До сих пор не доели мы пиццы. До сих пор доедаем. Представляете? Смотрите еще сколько. Вот что значит сделала 18 пицц. Надолго хватило. А еще мы купили помидорки. Здесь гранат, киви и апельсины. Есть у нас такие группы. Сейчас будут апельсинки. Есть у нас такие группы. Фрукты дешево. Ну, типа по оптовой цене. Заказывать нужно ящиком. Но я первый раз заказала. Во-первых, качество хочу посмотреть. А во-вторых, хочу взвешивать и посмотреть, сколько реальный вес. Потому что то, что поставщик говорит, и то, что реально, может отличаться. Мне нужны... Ага, батарейка села. Блин, как всегда не вовремя. Какие здесь батарейки? Сейчас достанем. Давайте с апельсинок начнем. Так, что у нас? А, надо вот так вот подцепить и сбросить. 4,930. Ну, почти 5 килограмм. Ладно. Это простительно. Хотя могли бы положить одну мельку по апельсинку. Ну, 5 килограмм заявлено. Округлили. Понятно. Здесь 3,820. Это у нас что, гранаты? Гранаты. Так, сейчас посмотрим. Запоминай, Лиза. И... Ну, там 5 килограмм, грубо говоря. И киви. 3,570, короче. Так, ну, помидоры я не смогу взвесить. Так, потому что... Потому что не за что цеплять. Ну, ладно. Сейчас сверим вот эти и поймем. Обман или не обман. Ты запомнила? 3,820. Ну, ты сейчас не говори мне. Я тебе буду говорить, а ты будешь говорить. Совпадает? Нет. Так, ну что, так, конечно, никто никогда не делает, видимо. Вес чуть-чуть меньше. Здесь буквально грамм на 80 меньше. А здесь еще тима. Здесь 4 килограмма должно быть. Здесь 3,500 с чем-то. И здесь 4 килограмма. Тут тоже 3,800 с чем-то. То есть, ну, малёк неправильный вес. Это я не стала взвешивать. Ну, примерно, понятно. Но все равно выгодно. Сидит Мишка и говорит, мама, апельсинку хочу. Достаем апельсинку. А я с киви хочу начать. Я Миша апельсинку еще хочу. Миша, давай, чистит. А тут я тоже с киви хочу. А гранат мы вечером поедим. Так, киви надо выбрать, чтобы те, которые пожёстче, остались полежать. Ну, так-то, конечно, много, кажется. Прямо вот много. Так. Киви и один. Ты будешь это кушать? Да. Это киви или апельсинку? Киви? Один такой, один такой. Давай я почищу. Ага. Нет, это невкусная. Вот эта шкурка, она невкусная. Миша будет пробовать киви. Миша, по-моему, киви ни разу не ел. Миша, ни разу не ел. Как вы чистите апельсин? Очищаете его от шкурки или делаете, как я? Я нарезаю на кругляшки и делаю надрез. И он как дынька раскрывается, или как арбузька. Миша, шкурку-то не надо кушать. Раздвигай. Ты пришёл играть, Миша? Ты с папой хочешь? Да. Сейчас папа немножечко поспит, часика три. И мы его попросим с тобой поиграть. А потом он снова спать ляжет. Мы тут с Лизой отдыхаем. Ты чего? Она едет с фруктов и кает, Лиза. А я сейчас немножечко передохну, кефирчика хряпну. И пойду мариновать мясо. Покажу вам, какое мясо мы купили. Так, ну что, ребята. Вот лучок. Вот оно мяско. Нам продавец всё разделал. Шкурку с жиром снял. Я его сейчас срежу, перетоплю. Там антрикотики. Достаточно толстенькие. Сейчас будем их с вами мариновать. Для начала в лучке. Нужно вот это всё начистить. Вот это всё нарезать мелко-мелко. И пошмякать хорошенько. Лизуня осваивает принцип жарки камбалы на сковородке. Меня спрашивали в комментариях, обваливаю ли я рыбу в муке. Нет, я не обваливаю. Почему-то я не могу обваливать рыбу в муке. Ну, как-то вот не моё это. Мне кажется, что от этого куча грязи и так далее. Вообще, чтобы была корочка золотистая, Лиза, рыбу надо обвалять в муке. Мокрую рыбу, да. А потом вот мученую рыбу положить на сковородку. И она будет тогда более золотистая. Ну, она повторила, потому что я так говорю. А вообще, на самом деле, конечно, надо. Но у меня как раз детство не сложилось с этим. Терпеть не могу. Ни каплеты не обваливаю, ни рыбу. Возможно, когда-нибудь к этому приду. Ну, или вы меня в комментариях убедите, что это надо делать. Так, убавляй, видишь, что рыб здесь. А рыб здесь убавляем. Нам не надо её сжечь, нам надо её приготовить. Можно вечером ещё раз дыжашки делать? Можно, только в меньшем количестве. И так, чтобы они высохли. Их надо долго сушить. Огонь прибавить, если не хватает. Я уже поняла. Саша у нас сейчас спит. Хоть у него и выходной, но сегодня он уставший, он спит. Вот, Мишка с Лизой тут играли в конструктор. Миша продолжает. Они устроили челлендж. Лиза строила из белого конструктора, Миша из красного. И там можно было раз в минуту брать другого цвета детали. Вот что получилось. Вот у Миши, Миша играет, да? Руль, этот, колесо какое-то. Ой, извини. Мама всё свалила. Мама всё испортила. Да? А у Лизы вон там какая-то башня смотровая. Вместе? Твоя уже? Лиза тебе отдала? Нет, он сам забрал. Он сам забрал? Лизинка, давай-ка за стол. Не ходи вот так, не кусочничай. Это очень вредно. Особенно, если есть склонность к перееданию. Нам с тобой нельзя ходить и кусочничать. Села, поела спокойно. Вот апельсинками закусила, чтобы пицца твоя поменьше на попе откладывалась. Ага. Вкусная пицца? Я уже наелась пиццей. А ничего, что ты рыбу жаришь? Я? Ну да. Положь пока пиццу, иди жарь рыбу. Нельзя делать два дела одновременно. Извини. Лиза сделала пиццу сама. Так, девочки, не ругайтесь. Ага, сама, да, точно, сама. Ну, ты помогала мне, ну и сейчас-то ты сделала сама. Все знают, что у меня замороженная пицца. А я, дорогие друзья, вместе с вами сейчас отправлюсь в светофор Да-да, опять в светофор. Почти каждый день туда хожу. Просто я решила сделать либо сегодня, либо завтра, смотря как у меня там с батарейкой будет моей внутренней, корн-доги. Ну, корн-доги точно буду делать завтра. Это такие сосиски, сосиски с сыром внутри и в кляре. Вот. Саша, когда услышал название корн-доги, сказал, это что, из собачьего корма? А я тоже так подумала. А еще я хочу сделать по рецепту Светы худеющего повара из лаваша пирожки с сыром. Вот. И тоже вам все покажу. Она меня соблазнила. Так, надо просто нажать и катить. Хорошо, нажать и катить. Вот так. Кстати, вот она, Катя пришла. Катя ходила к бабушке заниматься. Ну, у меня вопрос. Нам завтра к 10 часам утра надо подойти к дому. Лузана. Федора и наси Лузана. Подходит же, я вместо цветов возьму и нарисую красивый цветочек, гвоздику. А что, надо с цветами подойти? Ну, там говорили, гвоздику принести и положить, как бы как в квартиру. Купим завтра гвоздику. Две гвоздики только берутся. Купим, они недорогие. Да, бабушка сказала, можно один. Ну, вообще-то, память вроде две складывают. Ну, можно одну посмотрим. Так, я сделала, я вам не показала, я не замариновала еще, я просто в лук положила. Еще буду сегодня перемешивать мясо с луком. А завтра утром я добавлю сюда маринад. Половину только этих мяса обработала, вторую половину положила сюда, замариную через два дня. А это мы сосиски попробовали, сардельки. Саша сказал, вкусные. Конечно, как говорится, не сравнишь с сосисками, сардельками за 500, 600, за КГ, там за 400, за КГ. Но очень вкусно для своей цены. Вот как-то так. Если что, берите. Это, если что, говяжьи царицынская трапеза, что ли. В прошлой закупке, в светофоре я вам их показывала, по 153 рубля за 1,3 кг. И говорила, что я скажу, как они. Ну, вот, собственно, мы наконец-то их попробовали. Так, ну что, у нас с вами явно наступает весна. Ну, где фокус-то, господи? Нету фокуса, нету. Смотрите, время почти 8 часов вечера. Температура за бортом 5 градусов. Ура! Поздравьте меня. Если все будет здорово, то завтра утром мы с вами поедем в Анапу. Между прочим, кормить лебедей. Я хочу все-таки доехать до Анапы, найти лебедей, которые выходят на берег, и сфоткаться с ними. Ну, и поснимать для вас, конечно же. Поэтому обязательно завтра заходите во влог. Будет длинный влог. Кстати, для тех, кто расстраивается, что влоги стали сейчас покороче, вообще сейчас зима. И когда я сижу в четырех стенах и толком как бы ничего не делаю нового, только по кругу уготовка, уборка, я не знаю. Мне кажется, вам неинтересно одно и то же смотреть, и я не снимаю такое. Я снимаю, когда я иду в магазин, когда я куда-нибудь иду на занятия. То есть какие-то новые яркие моменты. Я стараюсь сделать влог для вас интересный. Если у меня плохое настроение, то я тоже не снимаю, поэтому иногда влоги будут пропадать. Мы не теряемся, все нормально, ничего с нами не случилось. Просто если у меня упадок духа, то я не буду снимать. Я хочу дарить вам позитив, веселье, а негатива у вас и так своего в жизни хватает. Поэтому я думаю, вы на канал приходите за позитивом. Поэтому я буду стараться снимать вам позитивные моменты. Когда-то влоги будут большими получаться, когда-то маленькими. Как получится. Искусственно, я думаю, натягивать их не стоит. Я всегда рада вас видеть, рада вашим комментариям, очень рада их читать и отвечать, и ставить вам лайки на комментарии. Ну и от вас лайки получать я тоже очень люблю. Заходите, батейши. Цветофорчик на ночь глядя. Уже 8 часов, осталось час до закрытия. Что беру? Вот такой вот салатник по 80 рублей. Помидорки сегодня купленные. Буду в него нарезать. Да, я взяла. Я решилась. И еще вот таких сарделек, которые я вам показывала сегодня. Они годные для всяких корн-догов и прочего. Еще вот такую взяла. Помните, пробовали? Печень тресковых рыб. 40 рублей 50 копеек. И сыр. Для этих корн-догов выбрала сливочный молодой. Вот такой вот. Один из самых свежих. Убираю по-свежести. Взяла два брикета. Теперь за лавашом идем. Одного бойца мы потеряли. Она в машине сидит, чтобы ничего не купить. Потому что со мной ходить и ничего не купить очень сложно. Вот мама рискует. Мне нужен сок для видео. Тик-ток. Я вам чуть позже расскажу. Решила такие вот красивенькие взять. Ну и взяла разные три штуки. Там еще с витомком. Вот такой вот. Потому что все равно Мишка какой-нибудь у нас выпросит и выпьет. И лавашик надо. Вот какой-то, наверное... Даже не знаю, какой взять. Только вот здесь сильно зажаристый. Может быть, вот это взять? Ролл пшеничный. Ролл пшеничный. А? Как думаете? Блин, он... Он не такой длинный. Так. Вот такой возьму. Все-таки... Он здесь сильно зажаристый. Мягенький. Вот цена. 72 рубля. В общем, пока бабушек высаживаю. Я их с собой брала в магазин. Но я их всегда с собой беру. Вы уже привыкли, наверное. И некоторые, возможно, над этим хихикают. Но я их всегда с собой беру. Потому что... Потому что... Мимоходом они что-то себе покупают. Ладно. Не об этом суть. Суть о соке и о тиктоке. О как! Я даже в рифму заговорила. В общем-то, вчера... Ну, а для вас позавчера... Мы с Лизой создали аккаунт в тиктоке. И я вам даже покажу... Как он называется. Если вы в тиктоке есть, если вам интересно, то вы можете там на нас подписаться. И я хочу немножечко вам похвастаться за... Вчерашний день мы сняли три видеоролика. Точнее, даже не сняли. А сделали видеоролики из тех файлов, которые у меня были на телефоне. Вообще, как бы, не заморачиваясь сильно. И два видео залетели в рекомендации. Мы сейчас набираем там подписчиков. По чуть-чуть. Но для начинающего, мне кажется, тикток этого канала это очень даже неплохо. И лайков много. Я прям такая довольная. Зато я сразу поняла, что я, видимо, разбираюсь в тегах и в хэштегах. Только на ютубе они мне почему-то палки в колеса вставляют. И у меня не получается сделать то, что я хочу. Вот в тиктоке получилось. Если вы в тиктоке есть, вы можете на нас подписаться. Если вам интересно, конечно же. Сейчас покажу. Тикс. Ой, мне сейчас рекомендованные полезут. Вот, вот. Я даже аватарку еще не меняла. Вот, весело тикток. Сейчас мы с вами вот так зайдем. И посмотрим, сколько у нас подписчиков на данный момент. 48. Ой, куда я? Куда? Нет, нет, нет. Стоп. Стоп. Куда ты меня выбрасываешь? Это наше видео. Его вы посмотрите там. В общем, 318 лайков уже набрали. Поздравьте меня. Вот, видите, 3 видоса. 469 просмотров. 513 просмотров. И тут 2 просмотра. Пока всего 2. Надеюсь, это видео тоже залетит в рекомендованные. Хотя уже, наверное, вряд ли. В общем, заходите. Буду вам там рада. В общем, я решила, что я ленивая. И лавашовые пирожки, и корн-доги буду делать завтра. А то Сашу припахало точить ножи. А то не смогла сегодня со шкурки сало срезать. В общем, у нас на ужин помидорки со сметанкой. Пицца, которую Катюшка готовит. И бутеры с печенью. И икрой пирожки. Класс? И чай. Кому что? Кому предсказать, кому печень. Логика железная. Кому икра, кому печень. А Миша, смотрите, чем занят. Покажи. Покажи, что ты делаешь. Кому печень. Лава. Лава? Надо туда перебраться. Не упади только. Вот так. Лава. Нравится. Нет. Так ты в лаву спустился, нет? Нет. Или так можно? Нет. Нету. Нету. Знаешь, что я сказала? Нету. Миша, Лиз, дай я с ним договорю. Нету. Нету. Молодец. Я сказала, кому печень, кому треска. Я знаю. Мы слышали. А не кому икра. Мы слышали. Я тут попыталась сама нож потащить, у меня не получилось. Мама, Катя. Мы сразу попу, мне прямо в кадр, Катя. Папа. Я ножом шоркала по этой штуке, а Саша наоборот. Чего? Мама. Да двигатель меня. Что это? Ключи свет. Смотри. Субтитры сделал DimaTorzok